Добрый день, уважаемые коллеги! Добрый день, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем вебинаре. И сегодня мы продолжаем говорить о библиографии для небиблиографов. Специально сделаю на этом акцент, потому что мы будем говорить о сложных вещах, но простыми словами и разбирать самые простые приемы, техники, знакомиться с ресурсами, сервисами. Все, что может нам помочь в работе не специалистам, и нам, и преподавателям, и научным руководителям, и нашим студентам, что тоже немаловажно. И в прошлый раз мы уже начинали эту тему, тему мусорных журналов, тему «Как не попасться на удочку фейков и лжи». И где-то перед майскими праздниками у нас был вебинар, когда мы очень подробно разбирали именно как работать с созданиями, как не попасться на удочку мусорных или хищнических, еще хуже, журналов. Сегодня мы продолжаем эту тему и будем говорить уже о текстах, о статьях и о тех, может быть, простых приемах, может быть, вы их уже и применяете, но, как показывает практика, не все и не всегда. Иногда мы о них забываем, а они могут привести к катастрофическим последствиям. И вот здесь проявляется вот эта связка библиографических навыков и репутационных рисков. Если говорить о библиографических навыках, то стоит отметить самые, наверное, основные. Я выделила пять самых таких основных навыков. То, что отражено и во ВГОС по направлению подготовки библиотечной информационной деятельности. Там присутствуют две компетенции, как минимум. Беру только профессиональные компетенции, да и профессиональные навыки. Способность к выявлению, анализу, оценке информационных ресурсов общества и готовность к аналитико-синтетической переработке информации, если так вот укрупненно взять. И основные библиографические навыки, которые были представлены в учебном пособии, в учебнике Куршинова «Библиографоведение», общий курс «Основы теории библиографоведения». Там он тоже говорил о навыках, библиографических навыков. Но, как показывает практика, эти навыки становятся все более актуальными и для небиблиографов, и в том числе для снижения репутационных рисков, так как репутация ученого, преподавателя, исследователя, аспирантов, магистрантов, она складывается из множества элементов, одним из которых является публикационная активность. То есть она судят по нашим статьям в том числе. И вот здесь возникает очень много рисков, когда мы можем испортить себе ситуацию, а иногда и не мы сами, но эти моменты нужно все-таки отслеживать. Не всегда мы на них обращаем внимание. Да, да, понимаю, сейчас будет горе возмущений, что нас заставляют, конечно, если одну статью в год писать, можно ее как следует отработать, обработать и перепроверить и не допустить фейков, фальсификации и прочего. А когда выставляют нереальные планы по количеству публикаций, да, эта проблема есть, соотношение количества и качества, но что делать, раз уж мы находимся в таких условиях, в такой ситуации, которая пока еще не изменилась, будем надеяться изменится к лучшему, но остается как-то с этим выживать и хотя бы даже в этих условиях пытаться снизить вот те самые репутационные риски, которые могут возникать, когда идет вал по плану, план по валу, по публикациям статей, неизбежно мы с этим будем сталкиваться, и мы с этим сталкиваемся. Но хотя бы на этапе перепроверки информации, которую мы сами даем раз, и мы используем в своих работах два, на которые мы опираемся. Вот на эти две основные, вот эти два основные момента, которые хотя бы здесь могут нам помочь. И вот об этом мы сегодня как раз и поговорим. И что за навыки библиографов, которые важны для небиблиографов? В принципе, начиная от учащихся колледжа, научных руководителей, преподавателей, всем оно нужно в той или иной степени, но владеть ими все-таки необходимо. И первый навык, ой, сейчас указочку возьму. Библиографическое скорочтение. Что здесь подразумевается в интерпретации Коршунова? Библиографическое скорочтение – это общее ознакомление с документом, это быстрый просмотр текстов с целью поиска нужной цитаты, библиографической записи, информации, имени, какого-то примера, описания и так далее. То есть то, что мы фактически и делаем, когда подбираем материалы для собственных публикаций, для методических пособий при написании учебных пособий нужно как-то проиллюстрировать главу для монографии. Вот это и есть библиографическое скорочтение. И четыре способа чтения, вот их называют «четыре способа чтения», ну, наверное, «знакомство с информацией», 4С здесь нам могут помочь. Вот за счет их мы можем этот навык сформировать. Сейчас вспомню, как же они называются. «Сканинг», «скиминг», «скипинг», четвертый, не помню, «скрининг», что ли. Если кто вспомнит, подскажите мне. «Четыре С», они начинаются все на «С». Это четыре способа, которые помогают нам быстро выловить ту нужную информацию, которая нам нужна из общего массива текстов или нужную картинку. Вот это очень важный навык, который помогает нам реально снизить время, затраты усилий, нервов на поиск информации. А библиография – это не только составление ссылок и списков источников, не только об этом, не только о точечках и тире, это еще и умение работать с информацией. Это поиск, это вот все, что здесь написано, анализ, синтез, обработка – это все входит сюда. Поэтому это один из самых важных навыков. Такое свободное, хотел сказать, спортивное, свободное ориентирование в каталогах, базах данных, в справочном библиографическом аппарате – тоже неотъемлемая часть, которой, ну, хочешь не хочешь, а в современном мире нужно владеть для того, чтобы хотя бы даже понять, является ли тот или иной журнал «Мусорный». Вот на прошлом вебинаре перед майскими мы как раз смотрели, как по базам данных, по Симага-рэнкинг можно выявить, индексируется ли журнал, выйти, посмотреть всю информацию о журнале. То есть вот эти вещи тоже должны уже на уровне навыка, то есть на автомате. Не задумываясь, мы это делаем. Либо задумываясь, но ненадолго. Знать, как устроены каталоги, уметь ими пользоваться, справочным аппаратом, справочный аппарат навигации сайтов – вот это тоже тот навык, который нам просто сейчас необходим. Ну и, конечно же, фиксация данных. Имеется в виду такое стандартное фиксирование, в первую очередь, библиографических данных, которые обеспечивают потом точное формирование библиографической записи, оформление ссылок и без повторного обращения к документу. То есть не просто скопировал какой-то кусочек копипастом из первого источника, а еще информацию к нему, библиографическую, хорошо бы добавлять. Потому что потом, используя этот кусочек, у нас уже вся информация есть для того, чтобы правильно составить библиографическую запись. А для этого надо знать ее структуру и те требования, которые предъявляются в издании или в учебном заведении, если говорим об ЭКР или курсовых работах, по оформлению, по какому ГОСТу, по какому стандарту, соответственно, какие данные нам сразу понадобятся. И фиксировать это так, чтобы легко можно было найти. Но здесь еще дополнительно можно такой навык организации хранения информации. Не просто куча файликов, в которых я потом сам заблужусь, а должна быть какая-то система хранения понятная и внятная именно для вас, удобная для вас, выстроена. Это уже такой поднавык вот этой фиксации, фиксации хранения. И анализ синтез. Ну, это да, это в принципе понятно. Анализируем, разбиваем на кусочки, потом из этого формируем общее. И все вот эти, и обязательно, конечно же, факт-чекинг, то есть проверка достоверности информации, надежности источников, откуда мы ее берем. Вот эти вот пять навыков – это то, что помогает нам быстро, эффективно и без потерь сохранить свое лицо, свою деловую репутацию при усилении публикационной активности, увеличении требований к нам по количеству особенных статей. Из-за этих навыков нам просто никак не обойтись. Они же применимы и к работе с любой информацией. Вот в чем их прелесть? То, что это же самое мы можем перенести в нашу повседневную жизнь, я имею в виду цифровую жизнь. В той или иной степени мы все живем сейчас в цифровом мире, в цифровой среде. И вот это вот все нам пригождается и там. Перепроверить контрагентов, перепроверить работодателей, которые присылают нам предложения о работе. Приходит предложение опубликовать, издать свою книгу, заманчивые какие-то рассылки и прочее. Как быстро перепроверить информацию, чтобы, опять же, не попасть в неприятные, неприглядные ситуации. Вот это все, где нам может, и только малая часть того, где нам могут пригодиться вот эти вот навыки, навыки библиографа, для нас не библиографов. И обязательно, конечно же, факт-чекинг, но немножко, может быть, немножечко не так, как это делается для проверки новостей на подлинность. Здесь добавляются у нас все-таки некоторые детали, элементы, свои специфические базы, ресурсы, сервисы, которые нам необходимы для того, чтобы проверить именно научную информацию на достоверность, надежность. Ну вот самые простые приемы, самые простые вещи мы сегодня с вами и посмотрим. Я их вам хочу показать. И презентацию, пожалуйста, забирайте, кто еще не забрал. Там много ссылок действующих, активных, которые тоже можно себе в копилочку собрать и пользоваться. Ну и делаю с тем прицелом, что это же вы можете потом и для обучения или помощи для своих студентов, магистрантов, учащихся, тоже применять и показывать. Но вообще мы живем вот в таком... Проверка информации, она становится просто необходимой. Ну вот так вот получается, что мы живем в мире фейков. Фейковой информации никуда от этого не деться. Ну такая вот особенность. И иногда мы сами даже, кстати, можем стать такими производителями фейков. Иногда осознанно, а иногда и не желая того. Все сделают за нас. Только один раз что-нибудь неправильно написать или как-то не совсем корректно подать информацию, ее могут тут же превратить в хороший такой фейк. Ну вот, кстати, немножко так отвлечемся про фейки и фактуи. Пару слайдов. Вот, коллеги, посмотрите, пожалуйста, на картинку. Напишите мне, пожалуйста, в чат. Поставьте плюсик или минус. Плюс, если вы считаете, что это картинка реальная. Минус, если вы считаете, что это фотошоп, какой-то там калаш, да, как-то обработана фотография, и это вот фейковая фотография. На самом деле ничего этого не было. Ага. Ага, вот смотрите, как. Ага, попались на удочку. Попались на удочку. Смотрите, я загрузила подозрительности. Но это хорошо. Это, кстати, хорошо. Загрузила подозрительности, и все сразу, а, ну раз про фейки, значит, это фейк. Нет. Фотография реальна. Это не фотомонтаж, это не фотошоп, сделано лично. Вот так вот, да, стало свидетелем вот такого вот события. Это просто фотография без, просто картинка без текста. Вот сейчас я вам покажу картинку с текстом, и попрошу вас в чат написать только одно... Ну давайте так же плюсик-минусик поставим. Плюсик поставьте, если вы считаете, что... Вот первое, эмоциональное ощущение, да. Если была какая-то тревога, что-то негативное, или какая-то настороженность, вот явно тут что-то не то, не так, поставьте минус в чат. Если никаких эмоций не вызвало, ну, картинка и картинка, нормально, тогда можно поставить плюсик, можно ничего не ставить. Минус, если вот что-то насторожило, напрягло, и вот что-то негативное там есть. А вот так? Вот плюсик или минусик? Ага. Есть. Смотрите, что у нас добавилось. У нас добавился заголовок, да. Ужасный ужас. Боинг заходит. Да-да-да. Людмила, это именно там. И именно там. Смотрите, что произошло. Вот так нечаянно я в прошлом летом чуть не породила фейковую новость. На самом деле для меня это было вот таким открытием, что оказывается реальная фотография, просто заходящий на посадку самолет, они реально вот так низко заходят на посадку. Просто такой ракурс. Пока я наводила, пока я дрожащими руками, а я боюсь самолетов, боюсь летать, честно скажу, пока она тобой вот это вот брюхо Боинга чуть ли не колесами тебе по голове шасси, это на самом деле очень ужасно. И пока я наводила, он уже пролетел. И получился вот такой вот странный ракурс. Ну, это примерно что-то типа вот этого ужаса. Я и в пост выложила. Просто написал свои ощущения, свои эмоции. Те друзья, которые знали о том, что вот есть у меня такой страх, они к этому отнеслись нормально, даже кто-то похихикал. Но очень многие у меня просто... Для меня было открытием, что многие люди начали писать в комментариях и в личные сообщения, типа, какой ужас, сколько жертв, сколько домов было разрушено, а все ли живы. Я не могу понять, они о чем. И только потом до меня дошло, что вот оно что. Я нечаянно чуть не про... Вот сделать кричащий заголовок, и все, у нас уже сенсационный заголовок, и все, у нас уже фейковая новость родилась. К чему я это говорю? Вот ровно то же иногда происходит и при научных публикациях. Вроде бы нормальная статья, ничего плохого, неподразумевающая, но погоня за... Но там уже здесь нечаянно получилось. Такие недоразумения тоже случаются, поэтому очень внимательно приходится следить за заголовками и за текстами. При переходе, при публикации, при таком широком обнародовании, особенно когда идут новости о каком-то ученом, его исследовании и прочее, вот такая вещь может происходить. Смотрим дальше. И вот здесь мы как раз подходим к фактам, к фейкам и фактуидам. Вот есть два определения. Вот то, что мы сейчас посмотрели, это мы практически чуть-чуть не породила я фейк. Именно фейк. Ну, иногда ставят... Есть фейки, есть фактуиды. Иногда ставят... Их рассматривают как синонимы и ставят знак равно. Ну, мне вот показалось, что все-таки небольшая разница есть, если мы говорим о научной информации, а не просто о новостных фактах. Вот фейк, он сразу бросается в глаза. Он такой увлекающий, увлекательный, эмоциональный. Он сразу вызывает бурь эмоций, может побуждать каким-то действием. И его отличительная характеристика это вот такой кликбейтный заголовок. Ну и отличить фейк гораздо проще и легче. Ну, вот посмотрите, явный фейк. Британские ученые. По исследованиям британских ученых одна треть пингвинов состоит из котов. Ну, вот сразу мы можем сказать фейк. Фактуиды те же фейки, но... Можно сколошаться, можно не сколошаться. Это просто мое мнение. Мне просто удобнее было их вот так вот разделить. Что это... Сообщение. Та информация, которая маскируется очень хорошо под факты, выглядит как факт, но требует проверки, вызывает некие сомнения. И вот здесь будет больше научного стиля, здесь будет терминология, здесь будут авторитетные имена, здесь будут цитаты, подтверждающие или опровергающие. Они могут быть опубликованы даже в высокорейтинговых журналах, чтобы их отоять. И Science, и Natural иногда этим грешат, и такие статьи проходят. Их сложнее... Просто их сложнее обнаружить за счет того, что Ольга фактует, он уже используется. Это не мной придумано, он уже используется, но чаще всего рассматривается именно как синоним фейка, но подразумевается информация, которая требует перепроверки, вызывает какие-то сомнения, такая противоположность факта, сомнительная информация, которую очень легко принять за правду. И вот здесь больше они как раз и... Кстати, этим может быть все что угодно. Это может быть и фотографии, и таблицы, и схемы, и график, и текст. То есть то, что мы в научных публикациях как раз и встречаем. Они очень хорошо маскируются, их просто сложнее обнаружить. И то, и другое – это фейковая информация. Ну, вот как у нас на второй картинке «Пойди, найди» в этом научном тексте неверный, сомнительный, может быть, изложенный результат или фальсифицированные данные. Для этого надо обладать некоторой экспертностью, хотя бы быть в теме, чтобы понять и разобраться, а не является ли это фейком, вот таким фактуидом, замаскировавшимся. И на самом деле с этим мы достаточно часто, ну, не часто, а можем сталкиваться в научных публикациях, хотя не так уж и редко. И поэтому требуется перепроверка. А первое, перепроверку той информации, которую мы собираемся сами публиковать или использовать в своих произведениях, три основные момента, на которые нужно обращать внимание. Ну, вот такой вот укрупненный чек-лист. Можно его доработать, можно сделать для себя как бы свой. Я постаралась вот то, чем пользуюсь сама, и то, чем, что можете взять за основу. Первое, что мы делаем? Мы проверяем издание. По международным базам данных, РИНС, данные о журнале на сайте, это вот три основных момента, по которым три основных таких пункта. Ну, РИНС для отечественных журналов, международный базам данных для зарубежных журналов и обязательно сами данные о журнале на сайте. Это вот как раз то, о чем мы 28 апреля и говорили. Второй пункт проверяем. Первое, где была опубликована информация, насколько этому источнику можно доверять. Уже часть информации на этом этапе может быть отсеяна. Второе – это автор. Ну, хотел написать, а автор кто, да, по аналогии о суде кто. Ну, две буквы как-то не очень красиво, поэтому написал так, а есть ли автор, да, и кто он. То есть собираем информацию об авторе. То же самое. Скопус, Веб оф Сайенс, РИНС, неправильно сейчас скажу, но по ассоциации у меня так запомнилось, Орхид, да, Орхидея Орхид, О-Р-Э-Ч-А-И-Д. И РГ, это не Russian Guide, это Research Gate. Ну, вот основные, да, Google Scholar. Основные такие точки входа для проверки, а кто автор этого материала. Ну, и плюс не помешает посмотреть и проверить университет, институт, место работы, место преподавания или проведения исследования этого автора. Они вообще существуют, они есть, и даже если есть их сайт, вот на прошлом вебинаре мы как раз смотрели, как проверять сайты. Проверить по ним эту же информацию на сайте. Вот где библиографическое скорочтение нам как раз и пригождается, да, и ориентирование в базах данных, в каталогах, в строении сайтов, в навигации сайтов. Мы быстро эту информацию можем проверить. На самом деле 3-5 минут максимум. И последний, третий пункт – это текст, сам текст статьи. Обязательно первоисточник. И обязательно смотрим в первую очередь данные о ретрагировании. Подверглась ли эта статья ретракции? Если подверглась, ну, вот это уже… Можно даже начинать и с этого пункта. Не обязательно вот в таком порядке, можно в таком порядке, а можно сразу посмотреть, а не была ли эта статья ретрагирования. Если не была, тогда проверяем все остальное. Если была, тогда вопрос сразу у нас будет исчерпан. Ну, в зависимости от причины ретракции. И вот пройдемся по порядку. А дальше вы уже для себя можете сами сформировать ту систему, с которой вам удобнее работать. Не обязательно вот в таком порядке, но мы пойдем в таком. по проверке изданий. Как избежать рисков здесь попасть на мусорную либо фейковую информацию. Очень кратко, бегло пройдусь, и в конце там будет у нас ссылка на записи прошлого вебинара. Можно будет подробнее уже посмотреть там. Ну, первое, то, что… чем хорошо пользоваться для поиска статей, не где-то там в поисковиках интернета «Яндекс.Гугл» можно и так, а можно воспользоваться и каталогом открытого доступа. Ну, журналы печатаются, есть разные стратегии издания, есть, когда автор ничего не платит, а все расходы за счет подписки и платного доступа к статьям. Есть наоборот. Авторы оплачивают свою публикацию, но зато все в полнотекстовом открытом доступе. Вот это вот как раз этот вариант. Ну, есть еще смешанные стратегии, где и так, и так. Ну, это вот как раз второй вариант, когда мы можем каталог журналов, которые предоставляют полнотекстовый доступ к своим материалам, к архивам. Ну, вот старый дизайн я вам показываю в этом каталоге. В 2014 году они провели очень такую массированную чистку своих рядов по исключению мусорных журналов. И вот этот вот значок зеленый, такой бейджик, он говорит о том, что журнал прошел проверку, перепроверку. Все старые, кто находился в этой базе, обязательно должны были еще раз пройти вот эти усиленные меры безопасности. Если они этого не сделали, они были из каталога исключены. Они перешли сейчас на новый дизайн, но если вдруг со старым дизайном столкнетесь, на что обращать внимание. И здесь указание, под какой лицензией осуществляется доступ к статьям. Сейчас у них дизайн поменялся. Появились, немножко по-другому выглядят, но, опять же, значок говорит о том, что вот этот журнал наиболее надежный, так как он соответствует семи критериям из семи по проверке его благонадежности. Он такой-то, значок самый высший, присваивает самым лучшим журналам. Ну и вот 16, почти 232, да, было сейчас, наверное, больше проиндексированных журналов в этом каталоге, которые заслуживают доверия, информацию из которых можно брать или в которых можно публиковаться. Но, опять же, это только первый уровень проверки, потом все-таки более подробную информацию нужно будет перепроверять. Аналог такого Open Access есть и в Ринце. российский аналог этого каталога, но касается он только российских журналов в свободном доступе. Ну, вот то же самое. Ринц тоже часто проводит проверки исключения мусорных журналов, чистки. Поэтому для выбора журнала можно обращаться еще сюда. Ну и, опять же, для выбора материалов, на которые ссылаться, ну, вот первый уровень, вот эти ресурсы свободного доступа. На что еще обращать внимание, когда мы работаем с изданиями при проверке? Ну, список Билла, да, он давно не обновлялся, мы об этом уже говорили. Ну, вот про него на прошлом занятии можете посмотреть более подробно. Но он как раз вот и одним из первых начал составлять такой список потенциально возможно или, вероятно, хищнических научных журналов, издательств, вводящих в заблуждение метрики и похищенных и фейковых журналов. Списки не обновлялись, но дело Билла живет и процветает. Есть такие списки, например, и в Е-лайбрере. Ну, старые журналы у Билла вполне можно даже посмотреть. Есть такой черный список недобросовестных журналов, исключенных из Ринц. Ну, недобросовестных в смысле исключенных из Ринц по каким-либо основаниям публикуется каждый год. И вот такой список можно в Е-лайбрере найти. И еще один сайт вам хочу показать, где тоже можно справиться о состоянии дел с тем или иным журналом. Сайт Ассоциации научных редакторов и издателей Анри. Вот здесь ссылка прямая идет на эту страницу, где дан перечень изданий в индексах цитирования, в первую очередь в скопус, чем здесь хорошо. Скопус и сам публикует, естественно. Но вот здесь мне понравилась вот эта тематическая разбивка, тематический перечень научных журналов, индексируемых в скопус по направлению образования и смежной области. Право, юридические, правовые журналы и так далее. Вот это вот, наверное, удобно. При необходимости можно по своей тематике посмотреть нужный раздел, а не весь общий список. А весь общий список можно обратиться к черным и белым спискам скопуса. В Анри только белый. Вот самые черные и белые списки публикуются в скопусе. Вот на этой странице примерно это выглядит вот так. И обновление. Они пишут, когда прошло последнее обновление. Здесь меняются даты. Можно скачать в формате Excel и дальше уже работать с этим файлом. Обратите внимание, что здесь есть еще и список российских журналов, когда скачиваете, индексируемые в скопус. Там есть отдельно журналы, включенные в базу данных скопус, но пока еще не индексируемых. Те, кто вошел недавно. Поэтому в общем списке их может не быть, но это не значит, что он плохой. Это значит, он еще не набрал количество цитирований для того, чтобы начать индексироваться. Но как скопусовский, при публикации в нем он засчитывается. Поэтому вот этот раздел тоже имеет смысл смотреть. Ну и алгоритм проверки, естественно, самого сайта, издания, самого журнала, издательств. Вот алгоритм такой проверки мы как раз и разбирали на примерах 28 апреля. Ссылку на запись вебинара я вам даю, можно будет посмотреть, как мы это делали. Там мы прям пошагово прошли, что смотреть на сайте, на что обращать внимание и где могут скрываться вот эти подводные камни, которые могут обернуться потом потерями и силой нервов, и репутацией, и финансов в том числе. Поэтому посмотрите, там, кто не был на прошлом, хотел сказать, занятии, вебинаре, там эта информация у нас была. Ну и второй пункт, к которому мы переходим, проверка автора. Даже если журналом все хорошо, все в порядке, он не вызывает сомнений, белый, пушистый, замечательный, во всех списках замечен не был, мы все равно можем попасть на удочку фейков, особенно пранкеры любят этим баловаться. Проверьте по автору. Журналу можно доверять? Хорошо. Насколько можно доверять автору этой статьи? Он вообще является экспертом, профессиональным экспертом в этой области, о которой он пишет, или это, так сказать, любительская экспертная зона? Ну, знаете, если человек, профессиональный биолог, опишет статью по астрономии, ну, это уже вызывает, может вызвать некие сомнения. Это не значит, что он никудышный астроном, но есть две экспертные зоны у нас, как правило, есть профессиональная экспертная зона, это сфера наших научных интересов, это сфера нашей профессиональной деятельности, и есть личная экспертная зона. При этом мы можем хорошо вышивать, выжигать, заниматься рыбалкой, и быть экспертами и в этих вопросах, но это не наша профессиональная экспертная зона, это наша личная экспертная зона, ну, потому что нам интересно этим заниматься. Но это не сфера наших научных или профессиональных интересов. Поэтому хорошо бы посмотреть, а как у этого автора, потому что в личной такой любительской экспертности, простите за слово, мы можем допустить какие-то погрешности или отступления, чего-то не знать. То, чего мы постараемся избежать, если это сфера нашей профессиональной научной деятельности. Поэтому вот хотя бы это тоже стоит посмотреть. И еще ряд моментов. Определить, кто автор, чем он занимается, и как это можно сделать. И, кстати, возвращаясь к нашим фейкам, вот говоря о примере одного из авторов, вернее, двух авторов мы сейчас рассмотрим. Кстати, о фейках. Помните, я вам говорила, что фейки мы можем порождать сами, а могут нам еще в этом помочь. И самое обидное, когда в этом помогает родной вуз. Вот как и произошло с Вильямом Маколефом в 2018 году. Выходит в интернет, появляется пресс-релиз университета. Он провел исследование, опубликовал статью в научном журнале, в серьезном научном журнале, в международных базах. Да, все как положено. Серьезная, нормальная статья. И вот по этой статье выходит, по этому исследованию выходит пресс-релиз университета, где рассказывается об этой статье, о проведенном исследовании. Назывался пресс-релиз, ну, в переводе на русский примерно вот так. «Жизнь в большом городе разрушает наш инстинкт вежливости под знаком вопроса». Это официальный пресс-релиз университета. Ну, понятно, что они слегка изменили и слегка изменили заголовок с тем, чтобы привлечь к нему внимание. Это им удалось. Они привлекли внимание новостных агентств, новости подхватили этот пресс-релиз и посмотрите, что произошло дальше. А вот дальше, в медиапространстве, это сообщение об исследовании, рассказ об ученом и описание его исследований, его статьи, уходит уже вот с таким заголовком. «Городская жизнь делает нас равнодушными к незнакомцам». И вот здесь, коллеги, то самое, о чем я всегда говорю. И все мы это знаем, но не всегда мы в спешке это делаем. Пожалуйста, проверяйте первоисточники. Про тексты дойдем, еще раз повторю. Студентам, своим учащимся, обязательно проверяйте первоисточники. Смотрите, что произошло. А вот дальше, дальше произошел гигантский скандал. Просто гигантский скандал. Исследование Маколифа было перевернуто вообще-то с ног на голову. И вот то, что произошло с ним, это такая ложная, наверное, интерпретация научных исследований в погоне за клейкбетными заголовками. Понятно, что все соблюдали свои интересы. Выпускающим пресс-релиз важно было, чтобы он ушел в новостные издания, как можно больше охват. Новостникам то же самое, и никто не удосужился вообще-то вчитаться в текст работы. И когда Маколиф увидел, что произошло, он случайно увидел, что произошло с его статьей, потому что на нее начали ссылаться. А что происходит дальше? Дальше мы берем заимствование. Мы увидели где-то в новостях вот эту статью. Указание автора, статья, где опубликовано. Вау, круто! Прям авторитетно и так написано. Все, мы начинаем ссылаться. Но на что мы ссылаемся? Мы ссылаемся на эту статью, которая содержит ошибки, а не на сам первый источник. Даже если мы будем ссылаться на пресс-релиз, он тоже содержал некоторые художественные, редакторские доработки первоначального основы текста. И совсем не о том, о чем писал Маколиф. И вот здесь мы как раз и рискуем попасть в ту ситуацию, что мы на ложных интерпретациях начинаем выстраивать свои какие-то гипотезы, подтверждения делать, выводы, в общем-то, на ту информацию, которой изначально-то в тексте самой статьи и не было. Поэтому первое, что мы делаем, ну, во-первых, мы проверяем, а есть ли такой автор, раз. И второе, да, насколько он занимается этой темой профессионально, даже если он аспирант или кандидат, да, то пишет, сколько, какие статьи он пишет по этой теме, просто посмотрите в бэкграунд. И после этого мы обязательно смотрим. А вот та статья, которая была опубликована в том журнале, она насколько соотносится вот с этой информацией, которую мы нашли. Смотрите, что на самом деле-то было. Да, вот. То, что ушло в пресс-релиз, а то, что было в самой статье, название этой статьи. Опыт анонимных взаимодействий снижает интуитивное сотрудничество. И в ней ни слова не было, ни про вежливость, ни про город, тем более про какие-то там гуманизмы, эмпатию и прочее. Во-первых, он проводил свое исследование в лаборатории, а не в городе, в лабораторных условиях. Во-вторых, он замерял только экономическую составляющую, экономические взаимоотношения. Испытуемые принимали участие в ряде экспериментов, типа доверие диктатор, и им предлагалось принять ряд управленческих решений. И вот он смотрел на то, как они взаимодействуют. Где здесь большой город? И ни про вежливость, ни про гуманность вообще здесь не было ни слова. И больше всего ученого расстроило, что вот эта вот ошибка, ну, немножко хотели приукрасить, была допущена в пресс-релизе родного университета. И вот вам, пожалуйста, маленький кусочек из этой статьи, в переводе на русский, где он описывает вообще, что кусочек, о чем здесь шла речь. Здесь совсем не то, что ушло в источники. Ольга Веселова, да, писать цит-по, но сначала перепроверьте, чтобы у вас и цит-по не было, не было вот такого, да, чтобы цитировать правильно. Лучше процитируйте первый источник. И смотрите, что мы сделали. Мы столкнулись вот с таким заголовком. И вот здесь хорошо работает принцип, ну, можно сказать, Станиславского, не верю, да, а мне больше нравится принцип Антипа. Помните, в произведении «Тени исчезают в ползень» был такой герой второго плана, Антип, который постоянно появлялся в местах различных собраний, на партсобраниях, собраниях колхоза, там различные обсуждения. И его роль сводилась к тому, что он везде очень активно тянул руку и говорил одну фразу. Сомневаюсь я. Вот сомневаюсь я. Встретили даже пресс-релиз. Встретили фамилию ученого. Есть. Название статьи было. Если нет названия статьи, в каком журнале опубликовано. И даже по имени ученого мы можем найти всю эту информацию. Самый простой пример – Google Scalar. Заходим. Вот мы нашли всю информацию. Там есть даже его профиль. Открываем профиль. Есть список статей. И вот мы находим его статью. Даже если есть просто название, но нет данных, мы находим название статьи. И там указано, где, когда, в каком журнале. Теперь идем, например, в Semago Journal Ranking или в Scopus. Находим журнал. Смотрим полнотекстовый, неполнотекстовый доступ. Можно посмотреть в том каталоге, который мы вначале смотрели, есть ли в полнотекстовом доступе. И хотя бы, даже если она закрыта, обычно аннотации выкладывают. Из аннотации мы уже можем понять, о том ли эта статья. И на что мы будем ссылаться. Будем ли мы писать цит-по и использовать вот тот ложный источник с ложными интерпретациями. Либо все-таки сошлемся прямо напрямую на статью. Наверное, напрямую на статью оно удобнее. Ну вот такой вам пример. К чести Вильяма Макколифа он вовремя поднял вопрос, поднял такую волну, было целое обсуждение по этому поводу. И даже они провели эксперимент, попробовали пресс-релизы. Сначала давать читать героям этих пресс-релизов. И только если они давали свое согласие, согласовывали, говорили, да, окей, пускали это в широкие массы. И даже когда кликбедность, господи, заголовков немножко снизилась, да, они стали более научными, как ни странно, на количество откликов, на распространение это никак, ну, практически чуть-чуть, может быть, снизилось, но особо катастрофически никак не сказалось. И вот один из источников, где можно проверить авторов. Академия Google, Google Scholar. Заходим, набираем автора, и вот он нам сразу выдает, что вот по нашему Вильяму Макколифу есть профиль. Мы его открываем и видим весь список статей. Ну, и попутно идет весь список статей. Можно посмотреть и даже взять те статьи, уже прямые ссылки можно на них давать. А вот второй автор, у которого нет профиля. Есть только список статей. Да, ну, либо это небрежение, не запомнил человек свой профиль, либо есть что скрывать. Смотрим дальше. ResearchGate. По тем же авторам и пройдемся. Еще один ресурс, где мы можем узнать информацию об авторах, проверить их публикации, вообще были, не были, и что они из себя представляют. Это очень хороший ресурс. Мне, ну, как раз очень даже нравится. Быстро все находится. Искать можно по-разному. Ну, я вот пробовала через... Просто набирала фамилию, фамилию, имя нашего героя, и он выдавал весь список статей, где он был автором или соавтором. И внизу там изначался переход на профиль. И вот через статью можно выйти на профиль. И вот его профиль. Да, уже 21-го года. Количество публикаций, то есть вся информация есть. Вот они, все его статьи. Можно как раз проверить, писал ли он эту статью. И посмотрите, есть ли они в полнотекстовом доступе, либо нет. Если не в полнотекстовом, обычно здесь приводится еще контакт авторов. Можно связаться напрямую и поговорить, попросить, узнать и так далее. А вот наш второй автор, у которого не было профиля и в Google Scholar. Скотт Рубинс. Точно так же заводим его данные, открываем список, и что мы видим? А вместо профиля вот так. Ну, ученые, которые активно публикуются, но при этом имеют незаполненные профили в ResearchGate, это уже вызывает сомнения. Ну, хорошо, спишем на небрежение. А вот теперь смотрите дальше. Публикации всего две. И первая же публикация у нас идет с названием «Ретракт». Статьи на ретракции. Если мы в поисковик просто забиваем его фамилию, выкидываем также список статей. И вот смотрите, большинство статей идет. Ошибка, мошенничество доктора Рубина, ретрагированные статьи, статьи на ретракции. Вот вам, пожалуйста. А вот поэтому его профиля и нет. Вот это как раз пример испорченной деловой репутации этого ученого. Один из лидеров по ретрагированным статьям, то есть статьям, лишенным статуса научных за различные нарушения либо небрежения, а у него прямо называется фальсификацию данных. И вот смотрите, если мы этого не сделаем, вы встретили где-то в статье, статью или упоминание, ссылку на... А ссылки-то живут, люди же раньше его цитировали. И вот вы где-то столкнулись, что его цитируют. Вы повторяете эту цитату, а получается, что вы ссылаетесь на фальсифицированные данные. Перепроверьте. Вот это уже будет удар по вашей репутации. Это уже к вам могут предъявить претензии, что вы не проверяете материал, не владеете материалом, на котором строите свои исследования. Где... А вот вам, пожалуйста, номер 31 в списке лидеров. Есть такой список лидеров. Retraction Watch, часы ретракции, если так на русский перевести. Вот все рекордсмены по статьям, лишенным статуса научных или ретрагированных статей. И вот наш Скотт Робин, 25 статей у него было снято с публикации. И это еще не вершина списка, вершина... Ой, сейчас я вам про него расскажу. Господин ученый из Японии, аж 183 публикации были лишены статуса научных за фальсификацию и фейковость данных. Вот вам, пожалуйста. Можно сразу открыть, посмотреть, нет ли здесь в рекордсменах. Ссылка тоже действующая, можно потом будет ей воспользоваться. И вот наш лидер фейковой этой гонки, Йошитака Фудзи, японский исследователь, причем очень много в области медицины. Ну, может быть, просто к медицине больше внимания за счет того, что это связано все-таки с жизнью и здоровью людей. Эти статьи могут, в общем-то, серьезно сказаться. И в 12-м году, в феврале 12-го года проводились вот такие расследования о нарушении научной этики. И более 183 статей были лишены статуса научных. Ну, такой лидер фейковой гонки. После этого, как правило, следуют неприятные вещи. Людей лишают научных званий. Ну, в разных странах по-разному. Лишают должностей. На карьере можно ставить крест. Ну, и, в общем-то, очень неприятная осадочка остается и в научном сообществе. Хотя, если посмотреть статьи, человек все равно продолжает. Недавно, по-моему, в 20-м году его статьи явить его. Не выходит. Ну, может быть, исправился, да. Может быть, пишет правильно. Может быть, претензий уже к ним нет. Может быть, все хорошо. Но, знаете как, вот осадочек-то остался. Что это было. Репутацию подмочил. И желательно проверять вот такой список вот таких ретроагированных статей, про которые я сейчас вам покажу, как это сделать. Еще один ресурс, где можно про вот этот ресерч Restructed Watch, я вам тоже этот ресурс чуть попозже покажу. Там и авторов можно проверить, и можно проверить особенно тексты. И RHID, я его называю ORCHID, по привычке, поэтому не обращайте внимания, не сердитесь, просто так легче произнести и запомнить. Что это такое? Идентификатор OR... Неправильно я его написала. А, нет. ORCHID. Да, кстати, Светлана, да, действительно. Только неправильно я его написала, здесь S. Ссылка идет правильно, а буква, по-моему, там S, C, вернее, пишется. Ох, мое незнание английского. Это уникальный... Да, ну вот, C же правильно. Это я вот сюда неправильно написала. Приношу извинения, но ссылка правильно ведет, куда надо. Это уникальный постоянный идентификатор, бесплатный. И очень часто сейчас при публикациях его просят указывать. Если его у вас нет, вот по этой ссылке можно его самостоятельно получить на сайте ORCHID. Существует служба, вот этот реестр ORCHID, был запущен где-то в 2012-м, по-моему, году, хотя впервые вот объявление о том, что вот такая вот вещь будет вводиться, оно еще в 2009-м, по-моему, появилось. Было предпринято вот такое вот решение для разрешения проблемы неоднозначности имени автора в научной коммуникации. Выговорила такие. Ну, мы публикуемся в разных изданиях, и очень часто наши статьи рассыпаются, да, по разным базам, по разным рейтингам. Часть там, часть здесь. А вот так вот, чтобы раз открыл в одном месте автора, и вот все статьи из Ринца, не из Ринца, из Копса, из Бэпл Сайенс, отовсюду на свете, из других баз, они бы туда подтягивались. Ну, такая вот идея была создать такой ID, ID, да, идентификационный номер. Он не запатентованный, буквенно-цифровой код, который однозначно бы и мог, помогал бы нам идентифицировать автора. Но пока не очень удобно для поиска. Вещь хорошая, да, но там очень много нужно нам самостоятельно заполнять. Также, да, Лера Монахова, действительно, если еще и фамилию коверкают, или требования в разных изданиях разной транскрипции, да, разного перевода, вот когда мы фамилию транслитерации, когда мы разные схемы, разные системы транслитерации, и действительно у нас фамилия может писаться по-разному, могут быть и разночтения, и вот поди-шты. И вот была такая идея все это вот подтягивать статьи в один ресурс, чтобы можно было, несмотря на все вот эти нюансы, находить все статьи одного автора, да, все его работы. Идея хорошая, идея правильная, но, как говорится, что-то хотели как лучшее, но что-то, мне кажется, здесь не совсем. Может быть, я его еще недостаточно изучила. Ну, вот завести себе этот идентификационный номер очень просто. Просто заходите на сайт, он сразу вам предлагает, завести идентификатор, выводите туда свои данные, и он вам сразу выдает. Он выдает его как URL-адрес, да, HTTP и короткий потом буквенно-числовой код. Вот это вот все, иногда его в статьях указывают без вот этого HTTP, просто буквенно-числовой вот этот код. И по нему имелось в виду, что мы заводим в адресную строку вот этот адрес, да, и он нам всю информацию об авторе выдает. Заводится быстро, буквально за пару минут, но когда в реестре попытались найти вот наших же героев, Вильяма Маколифа и господина Рубина, вот смотрите, что он нам выдает. По Маколифу аж целых три идентификационных номера. Не везде пишется, есть связанные организации, есть вообще пустые, да, поля. И кто из них наш, непонятно. Открываешь профили, я попробовала открыть все три профиля, из них непонятно, какой из них наш. Есть еще такая вещь, если вы, можно завести, например, свои данные, когда заводите этот идентификационный номер, вы можете написать по-латински и поставить один адрес электронной почты, он вам присвоит номер. А потом вы записываете себя, например, по-русски и указываете другой номер электронной почты. У вас опять появится новый идентификационный номер и может произойти вот такая путаница. Поэтому здесь вот... А вот нашего господина Скотта С. Рубенна, аж, смотрите, это еще не все. Вот кто из них наш? Вещь хорошая, вещь может быть правильная, но там нужно четко вести, заполнять полностью свой профиль, чтобы вас могли идентифицировать. А вот таких пустых вот профилей достаточно много. Ну, как-то может быть, небрежение со стороны исследователей. И вот это создает некие затруднения. Вот в этом плане мне, например, поиск по ResearchGate, он более удобен. Как-то его более... Ну, может, он дольше существует, хоть ненамного. Но как-то вот его более привычно ведут и больше информации там можно найти. Хотя, не исключая, вот российских ученых здесь удавалось разыскать своих коллег, посмотреть. Но, опять же, не все потягивается автоматически. Что-то нужно привязывать, сделать это ручками. Но не у всех ученых руки до этого доходят. И еще, почему важно обращать внимание на автора. И даже добросовестные авторы иногда балуются научным или околонаучным пранкингом. Ну, вот то, что сделал Джон Боханан. Американский журналист, ученый. В свое время сделал карьеру как научный журналист и биолог, работал в Гарварде. Кстати, вот популярное шоу по написанию и подготовке диссертации «Станцуй свою диссертацию» это тоже он. И в 13-м, по-моему, году он запустил вот такой фейк про шоколадную диету. Вот здесь я вам привожу статью, ссылку на статью, в которой он сам рассказывает об этом пранке. Ну, пранк-розыгрыш. Вот такой жестокий розыгрыш. И был снят фильм BBC «Шоколадная диета. Как обмануть народ с помощью науки». Очень рекомендую посмотреть. Там они засняли весь процесс создания фейковой статьи, фейковой информации. Они запустили вот этот фейк про шоколадную диету. Причем он был основан на реальных научных результатах, научного исследования, но немножко по другой теме. То есть там речь шла совершенно о другом. Ну, цифры какие-то, ну, притянули за уши. Ну, подумаешь, бухгалтеров на помидоры поменяли. Ну, а цифры-то реальные. Это был осознанный шаг, они это сделали. Потом, как они создали ложный университет научно-исследовательский. Сделали сайт нереальных, вымышленных сотрудников туда как бы якобы наняли, о которых информации в интернете вообще никакой нет, кроме как на этом сайте. Адрес придумали, сняли квартиру, и там этот адрес вставили как адрес этой организации. В общем, подготовились. Посмотрите, очень хорошо, прямо в этом фильме, подробно разбираются, вот прям пошагово, что и как они делали, как они рассылали эти статьи по научным журналам. Они отослали, ой, дай бог памяти, сейчас скажу, 150, больше, 157 журналов только приняли заведомо бракованные статьи, а 304 журнала, это куда они эти статьи с ошибками послали. Причем они еще и вымышленные имена авторов и соавторов этим статьям давали, под разными именами писали. И самое интересное, что 157 из 304 журналов эти заведомо бракованные статьи приняли к публикации. Причем 80 журналов даже не подвергли их должной проверке и рецензированию. И затем такой-то ошеломительный результат был результатом такого розыгрыша и пранкинга. И только 98, по-моему, журналов эти статьи отвергли, а вот остальные находились в стадии рассмотрения на тот момент, когда он с коллегами, коллеги из BBC предложили ему принять участие в этой, ну, хотя бы сказать, афере, нет, скорее пранки. И они все-таки вскрыли свои карты. Вот отличие пранкеров от фейкоделателей, они раскрывают свои карты либо на этапе публикации, либо, когда статьи уже опубликованы, но они дают опровержение, и они говорят, какие статьи, в каких журналах, то есть сами как бы процесс ретракции запускают и признаются в том, что это был фейк. Но вот в результате этого можно по-разному к этому относиться, положительно, отрицательно, различные этичные стороны, неэтичные стороны. Да, противоречивое действие, но результат. В 2014 году вот эта чистка каталога открытого Open Access, который я вам вначале показывала, вот как раз эта чистка была спровоцирована вот этим пранком Джона Боханана. В результате около больше 100 изданий, 15 или 120 изданий были моментально удалены из этого каталога как мусорные и были пересмотрены в сторону ужесточения критерия отбора журналов. Вот что делает пранк, но в этом его плюс. Но статьи-то остаются, они-то гуляют по сети, вот если даже ради интереса забьете в поисковик шоколадная диета, вы до сих пор еще увидите информацию в блогах, на сайтах, ссылающихся на вот эти фейковую статью, на фейковые исследования Джона Бохана и компании, до сих пор, вот поэтому я и говорю, цит-по это хорошо, но вы откройте и перепроверьте, а на кого они цит, и надо ли вам это по, не попадете ли вы вот в такую ловушку, потому что такова политика, что не все статьи удаляют, они остаются в журналах, но с пометкой, что эта статья ретрагирована, находится на ретракции, то есть лишена статуса научной, но очень часто их оставляют, они продолжают гулять по сети, тем более в различных перепечатках PDF-файлах и вордовских и прочем, в цитатах уже в чьих-то работах, и вот здесь очень велик риск на это нарваться. Еще один мастера научного пранкинга, Хелена Плакроус, Линсей и Петра Богосян, вот они за год 20 псевдонаучных статей в рецензируемых журналах, вот периодически такие всплески бывают пранков, также в конце они сказали, что это был пранк, это был заведомый фейк, очень интересно посмотреть эти статьи, но они сыграли на вот такой любви, на то, что находится сейчас в тренде, гендерные различия, феминизм, сексуальные разные меньшинства, вот такие взяли горячие темы на Западе и вот на эти темы они и написали вот эти псевдонаучные статьи, хотя в максимально научном стиле, с ссылками, с цитатами, все, и вот тоже такой был заход пранкеров, можно найти, если есть желание, можно посмотреть, вообще очень увлекательная, очень интересная история с Джоном Бохананом и вот с этой компанией, и они на сайтах, которые рассказывают об этом пранке, где они сами рассказывают, там есть список этих статей и журналов, где они были опубликованы, это тоже можно взять себе например на заметку, поэтому очень важно перепроверять, причем очень интересно, математик, ну философ, ладно, математик, который писал на темы в общем социологии, философии, там лингвистики, на что они только написали, в основном такие гуманитарные, ну очень интересно, ну вот имейте ввиду, что с таким мы можем сталкиваться и сталкиваться очень часто, про проверку текстов, сейчас вам покажу, но пока маленький такой переходный момент, немножко отвлечемся, кстати, о фейках, вот здесь проведено 7 новостей из сферы образования, еще раз, почему важно проверять первые источники, посмотрите, пожалуйста, на них и напишите номер в чат, какая или какие из этих новостей не фейковые, да, содержат факты, значит, остальные у нас будут фейки, вот просто по заголовкам, по названиям, посмотрите и поставьте номер в чат, какая или какие из этих статей кажется вам, что они реальные, нормальные, не фейковые. Седьмая, шестая, четвертая, шестая, шестая, седьмая, первая, норм, первая, шестая, четвертая, слово ран, первая, ага, а вот теперь, коллеги, внимание, как говорят в программе, что где, когда, внимание на экран, правильный ответ, первая, вторая, седьмая, шестая, опять попались, смотрите, вот мы все, ну, многие из нас, скажем так, мы считаем, что нас трудно поймать на фейках, что уж мы там умеем, мы увидим, мы знаем, включайте своего внутреннего антипа, сомневаюсь я. здесь вы попались на две вещи, первое, то, что я вас немножко спровоцировала, я вам как бы дала подсказку, одна или несколько новостей, да, значит, уже подсознательно отложилось, ага, здесь есть правильные новости, сомневайтесь, конечно, спасибо за доверие, за доверие спикеру, это хорошо и правильно, но спикер тоже может ошибаться, сомневаемся, может быть, я специально, а я специально вас увела немножко в сторону, второе, по названиям, по названиям новостей, вот смотрите, какая страшная вещь сейчас происходит, я ее очень часто вижу, когда открываю, открывается лента социальных сетей, тот же самый Facebook, идет новостная лента, мы же видим ровно вот это, у нас нет времени открыть, проверить, перепроверить, и очень часто, я вижу, в профессиональных группах, связанных с наукой, с образованием, да, особенно с образованием, очень часто, попадает какая-то новость, мин просвещения, добавит уроки, может, в школьную программу, по ОБЖ, и тут же пошли комментарии, возмущенные этой новостью, или еще какая-нибудь страшная, этно-математика в курс алгивы, боже мой, начинают возмущаться математики, мы не всегда, читая саму новость, начинаем уже писать комментарии, то есть вот эта привычка, и я замечаю, что даже по себе иногда ставлю лайк, вот сейчас я на этом торможу, начинаешь ставить лайк, и тут понимаешь, что а ты же не читал, чему ты лайк-то ставишь, что там внутри, и смотрите, какая вещь, мы не проверяем текст, и мы не проверяем источник, не обращаем внимания на первый источник, а вот такие новости, сразу скажу, здесь все новости фейковые, здесь нет ни одной реальной новости, смотрите, как они нас обманывают, я сделала что, своими словами, я сделала как бы устный перепост, репост какой-то новости, которую я подсмотрела, в посте у кого-то еще, и вот я ее перепостила к себе, с комментарием, без комментариев, неважно, и пошло дальше обсуждение, так вот вы выйдите на саму новость, откройте саму новость, не тот пост, а новость, и посмотрите, и обратите внимание, не только на текст, и не столько на текст, а первое, о чем мы говорили, проверить издание, источник, а где она была опубликована, и внимательно его прочитать, особенно то, что написано мелким шрифтом. Вот такие новости сейчас, просто предупреждаю вас, опять же, почему новости, информация, ссылки в научных работах, на социальные сети, не всегда приветствуются, ровно поэтому, вы сослались на какую-то новость, которую подцепили, вытащили из социальных сетей, а это оказалось, не что иное, как любимая панорама, вот специально из панорамы все эти новости вытащила, похожие на те, которые курсируют, циркулируют по социальным сетям, что ВКонтакте, что в Фейсбуке. Обратите внимание, это не просто панорама, это сатирическое издание. Они мастера создавать новости, которые выглядят как реальные, но на самом деле это просто, они придуманы, это фейк, они дают ложные интерпретации. Ну нельзя их цитировать в своих научных работах, коллеги, нельзя. Даже просто ставить лайк или писать комментарии, вы сначала посмотрите, а где эта новость была опубликована. Вот это просто должно отработать от и до, отработать до автоматизма. Евгения Юрьевна всегда заглядывала в Википедию, когда в социальных сетях сообщают о смерти известной личности, да, зачастую к таким сообщениям прицепляют вирусы. Да, совершенно верно, тоже, тоже, да. Википедию или хотя бы открыть тот же Яндекс.Поисковик, новости, да, если действительно там смерти известной личности, а об этом обычно и в новостях, да, какая-то информация там проходит. И в Википедии тоже. С этим очень осторожно. И вот очень часто мы ловимся именно на этом. Мы не читаем то, что написано мелким шрифтом. Поэтому очень осторожно с новостями, с информацией, со ссылками на известных ученых из социальных сетей. Найдите первый источник, посмотрите его, иначе вы так можете попасться. Тексты. А это может привести к тому, что ваша статья будет ретрагирована или подвергнута ретракции. Что такое ретракция статей? Да, ну, ошибки можно исправить, а текст можно как опубликовать, так и распубликовать, как написано в эпиграфе на странице Совета по этике научных публикаций сайта Анрия, о котором я вам сегодня уже говорила. Ретрактед. Вот это вещь, на которую нужно обращать самое первое внимание, прежде чем вставлять эти ссылки в своей работе, эти заимствования. Ретракция – это отзыв статей, текстов от публикации. Это оповещение о том, что статья содержит серьезные недостатки, есть ошибки, которым нельзя доверять. Это разные ошибки, разные могут быть. Основания для ретракции статей важно помнить только одно. Цель ретракции – это не наказание, а исправление. И если статья была ретрагирована, это не значит, не всегда значит, что автор фу-фу-фу, он фальсификатор, фейкоделатель и прочее. Он просто мог неправильно расставить ссылки, указать ссылки, и статья отправлена на доработку. Какие основания могут быть? Это отзыв, это лишение статьи статуса научной публикации. При этом не всегда статья удаляется с сайтов изданий, из самих сборников, но всегда печатается предупреждение, опровержение и вот это оповещение о том, что статья ретрагирована, издания обязаны давать, и они это делают. И база данных тоже. Что может являться основанием для такого отзыва? Плагиат, однозначно, раз. Дублирование статьи, это второй пункт, он не настолько страшный, дублирование статьи в нескольких изданиях. Ну, как мы делаем, разослали в несколько, где-то вперед вышло, в остальных позже, но как-то это не комильфу, оттуда приходится их отзывать. Это тоже процесс ретракции. Это не страшно, это вот как раз просто разрешение такого недоразумения. Третий пункт страшный. Фальсификация или фабрикация ложных данных и выводов. Результатов исследований. Обнаружение в работе серьезных ошибок, которые ставят под сомнение ее научную ценность. Вот сюда как раз подходит тот самый пункт, о котором мы сегодня много с вами говорили. Когда вы воспользовались непроверенной информацией, а она оказалась фейковой, или сама по себе фальсифицированной, или находятся в ретрагированной статье. И вот вашу статью уже на этом основании. Подпадайте под четвертый пункт. Некорректный состав авторов. Да. Есть и много таких статей. Отзывается неправильно указано, кого-то забыли или указали того, кого не было. И это тоже повод для отзыва. Конфликт интересов, который был сокрыт. Перепубликация без разрешения автора. Здесь без согласия автора. И обратите последний пункт. Обратите внимание, статья не проходила процедуру рецензирования. Она тоже может являться поводом для отзыва статьи. Совет по этике, который и занимается вот этим ретрагированием статей. И на странице которого на сайте Анри и размещены вот эти все... Это я вам краткую выжимку взяла оттуда. Можно будет посмотреть прям более подробно, там расписано, пошагово, что делать, как делать с кейсами. Вот этот вот Совет по этике, он объединяет и сотрудников Ассоциации научных редакторов и издателей, представителей компаний-владельцев ведущих баз данных научной информации, НЭП, Кларивейт, ВЭП оф Сайенс, Эль Сильвер, СКОПУС тоже входит в этот состав, представители различных вузов, научных изданий, Дисернет, компания Антиплагиат, ну и ряд еще. Вот эта команда и занимается разработкой процедуры, и осуществляется процедура вот этой ретракции, ретрагирования статей. Кто может отозвать статью? Статью отзывает либо редакция журнала, самоиздание, либо автор может сам тоже поставить вопрос об отзыве своей статьи. И база ретрагированных статей на сайте Анре по российским изданиям очень хорошо представлена. Выглядит она вот так, ссылку я вам даю. Прямо с нее начинайте проверку. Посмотрите, не было ли той статьи, которую вы хотите процитировать в своей работе, не попала ли она в этот список. И вот смотрите, последний раз я туда заходила где-то как раз 26, по-моему, апреля, там последняя дата стояла, вот эта статья 14 апреля, и вот с 26 апреля по 19 мая уже 4 статьи, вот они в этом списке добавились. И вот здесь указываются все данные, источник и самая главная причина. Обнаружение неправомерного заимствования из монографии, ну вот это серьезный вопрос. Так где-то у них... Вот. Ретракция в связи с выходом публикации в журнале где-то, то есть раньше вышла, здесь позже, и чтобы не было конфликта интересов, по договоренности с изданиями они решают уже откуда, и с автором, конечно, они решают откуда эту статью убрать. Ну, чаще всего те, что вышли позже, они просто убираются. Это не страшно, да, то есть мы ее можем цитировать, здесь претензий-то к содержанию как раз и нет. Поэтому очень внимательно смотрите на причину ретракции. где посмотреть есть... Это указывается и в e-library, кстати, можно тоже увидеть, когда вы открываете статью, если она ретрагирована, прямо так идет надпись наискосок, и написано, по какой причине все данные о ретракции, когда причина, дополнительная информация, все это здесь тоже указано. Перепроверяйте по e-library. Сайт Коуп. Это сайт, как же он, комиссия, по-моему, называется. Комитет. Комитет по публикационной этике. Больше 20 лет существует, где-то с апреля 97-го, если не изменять память года. Вот он объединяет, поддерживает и обучает редакторов, издателей, всех, кто заинтересован и занимается публикационной этикой с целью продвижения и развития, наверное, такой культуры издательского дела с тем, чтобы это стало нормальным процессом. Что здесь интересного? Почему я вам этот сайт показываю? Во-первых, здесь можно найти критерии. Они вот как раз разработали критерии добросовестных журналов. Во-вторых, здесь можно найти... Сейчас посмотрю, есть у меня это здесь. Ага. Здесь приведена очень хорошая база кейсов, как раз связанных с ретракцией статей. Что делать, если... А если вы, например, написали статью, все было нормально, привели заимствование, а потом ваша статья вышла, или вы где-то на конференции презентовали этот материал, и вот в этот промежуток та статья, на которую вы ссылаетесь, была подвергнута ретракции. Получается-то, виноваты вы или нет? Знали ли вы на тот момент? Вот, ну, да, приходится здесь отстаивать, доказывать. Буквально вчера мне коллега такой случай рассказала. спасло то, что человек действительно сначала подготовил текст, подготовил материалы и презентацию, и все, выступил, и потом только обнаружилось, что уже после подготовки материала, статья, на которую он ссылается, была подвергнута ретракции. Вносите изменения, поправки в свою публикацию. Да, вы можете свое отозвать, внести исправление и снова ее подать. Как это делается? Вот здесь как раз, кстати, и на сайте Анри можно посмотреть и задать эти вопросы. И вот здесь есть огромная база кейсов, то есть на все случаи жизни что может быть, что происходит с авторами, что происходит с статьями и что в этих случаях делалось и как поступить. Огромное количество кейсов, посмотрите, берите себе на заметку. Если вдруг сталкиваетесь с такой ситуацией, вы знаете, куда бежать и где искать, где смотреть прецеденты. Крупные базы данных на своих страницах также помещают эту информацию о ретракции, политику, отзывы статей Уэлла Селвера. Тоже даю вам ссылку. Посмотрите, здесь тоже подробно написано за что, как, когда и по каким основаниям. И, наконец, ресурс о ретрагировании статьи. Он состоит из двух частей. Вот здесь можно найти все от ретрагирования статей. Есть русскоязычный вариант retractionwatch.ru. Он на русском языке и в основном касается только русскоязычных изданий. Вот смотрите, последние данные в базе 632 ретрагированные статьи из 70 журналов. Но я смотрю по списку, там где-то 19-й, 18-й, 19-й год очень активно, потом как-то меньше. В этом плане он интересен почитать, да, здесь много полезной информации. Но сайт Анри, он более актуальный и более оперативно пополняется. Поэтому и этим, и тем пользоваться можно. Но тот более оперативный. А вот иностранный ресурс по иностранным журналам тоже Retraction Watch, только зоны.com, домены зоны.com, он более полный. И здесь как раз вот тот самый список лидеров находится, список топ самых журналов, самых авторов, статей и так далее. Это, он имеет формат блога, и здесь они еще подробно разбирают, какие статьи, за что все вот эти вот истории, очень много интересного можно найти. Ну, вот эта вот статья, например, за вчерашний день. То есть у них тоже очень актуально введется блог очень активно по поводу западных журналов вот сюда, в Retraction Watch. Сам поиск по базе там немножко запрятан. Если кому-то будет нужно, интересно, дайте мне знать, я вам просто отдельный тогда скринкаст сделаю, как там искать. И информацию, но там очень обширная база, тоже активно пополняется, так же, как на сайте Анри, только Анри по отечественным, а здесь то чисто по зарубежным. И вот так выглядит на сайте журнала ретрагированная статья и информация о ретрагировании статьи. Почему еще раз говорю, нашли, откройте сам сайт журнала и посмотрите, какая есть, даже если она закрыта в платном доступе, все равно информация о ретрагировании, она будет вывешена. И вот так вот пишется, что статья была ретрагирована. Ну вот, продолжение страницы, туда не уместилось, вот оно вниз ушло, вот перевела вам ее на русский язык. Примечание, что когда, вот он наш, кстати, Скотт Рубен, кто он, в общем-то, человек, до сих пор еще пишущий статьи, но, как видите, профиля его уже нет, репутация человека достаточно серьезный ущерб понесла. И вот вам, пожалуйста, вся информация о ретрагировании статей есть. И, как всегда, в конце, как мы делали в первой части проверку журналов, самое простое, проверка первого источника по гиперссылкам. Вот то, с чего стоит начинать. Магистрантка пишет работу и ссылается в ней на кусочек текста, приводит, как энциклопедия по экономике. Я говорю, а что это за ресурс? Ну, это энциклопедия. Давай откроем, посмотрим. Первое, что бросилось в глаза, наличие рекламы, причем по всему сайту и очень много. Первый звоночек, что-то здесь не так. Второе, никакой информации о ресурсе, никаких меню и прочего. Второе, что мы смотрим? Мы смотрим подвал. Подвал – это подвал сайта, это вот то, что расположено внизу. И информацию о самом сайте попытались найти. Посмотрите, что здесь написано. Ну, знак копирайт там стоит, да. Информации никакой. Кто, что, кто является авторами, редколлегия, что это такое. Читаем описание. Вот, наконец, появилась менюшка. Статьи, рисунки, таблицы о сайте. Слава Богу. Читаем информацию о сайте. Потом почитайте поподробнее, как она хитро написана. Обо всем и ни о чем. Вроде бы формальности соблюдены, но такое ощущение, что это вот самодельное что-то, хотя бы они честно написали, что статьи это выдержки из разных источников. То есть копипаст. Надергали кусочков и вот это назвали статьей в энциклопедии. Имеет ли право на существование? Может быть, да, но ссылаться на него в магистрской квалификационной работе, не говоря уже про научную статью, говорю, хорошо, давай вытащим максимум информации из того, что ты нашла, но только не на вот это безобразие. Какой кусочек ты отсюда хочешь вообще на всю статью? Нет, говорит, меня заинтересовала вот эта цитата, вот на нее я хочу сослаться. Опять же, обратите внимание, наличие вот такой рекламы по всему тексту как бы энциклопедии, но это наводит на размышления. Не должно такого быть. Дают ссылку. Говорю, окей, ты по ней переходила? Нет. Давай, переходи. Переходим по ссылке. Попадаем на страницу явно ксерокс, явно или pdf file, но здесь даже скорее ксерокс, явно какой-то учебник. Насколько эта энциклопедия соблюдает авторские права, это еще вопрос, потому что он находится на том же сайте, а не на другом ресурсе. и дальше смотрим. Ну, как пример поиска информации перехода по гиперссылкам, то, чему студентов и учеников нужно в первую очередь обучить, но и самим не забывать. Это вот то, что надо. Смотрим. Я говорю, хорошо, нашла она свой кусочек в этом первоисточнике, и говорю, теперь бери информацию об этом первоисточнике, где? Ну, вот нашли выходные данные, есть. Открываем, попадаем наоборот титульного листа, можно там переход по страницам есть, выйти на титул, выйти на содержание, и вот оттуда уже по этим страницам собирала информацию и давала описание в свою работу. Хотя бы так, только ради бога, не надо приводить, вот вам, пожалуйста, источник вторичный и первоисточник, который он там процитировал. А учебник-то нормальный. Поэтому вот этот вот самый простой способ, который нужно довести, может быть, даже начать с него, довести его до автоматизма. Вот это формирует то самое библиографическое скорочтение и второй навык, это уверенное использование каталогов, сайтов, баз данных с тем, чтобы нам не подвергать риску собственную репутацию и репутацию других. И напоследок еще раз вам напоминаю вот эти три пункта чек-листа, по которым мы сегодня прошлись. И, коллеги, на этом мы нашу встречу сегодня завершаем. Наверное, устали и задержались, но еще раз напугаю вас в самом конце встречи. Вот эти вопросы с ретрогированием статей, с лишением их статуса научных публикаций, это же проводится расследование, это же целая история, это не все просто так. И это реально может не просто наносить ущерб деловой репутации, но и жизни, здоровью. И даже если это не связано с медицинскими какими-то статьями и журналами, печальная история заместителя директора японского, одного из японских институтов, который реально лишился не только карьеры, должности, но и жизни. Он выступил соавтором статьи, молодая его сотрудница сделала сенсационное открытие, не перепроверив данные, это все ушло в публикацию, ну как всегда застолбить место, мы первые. А там действительно было очень, если бы это было правда, это было бы Нобелевка минимум. Вызвало широкий резонанс, но после того, как пошли жалобы, что 133 повторенных эксперимента по описанной методике никаких результатов не дали, началось расследование. Статья была снята с публикации началась вот эта неприятная процедура. Сама сотрудница, сделавшая это открытие, она не смогла провести этот эксперимент и получить те результаты, которые были заявлены. Повторить этот эксперимент не получилось. И выявилось, что были использованы сфальсифицированные данные. В результате заместитель директора этого института, он же выступал с автором этой статьи, покончил жизнь самоубийством, оставив предсмертную записку, что это его вина, он берет ее на себя, так как он не перепроверил и не человек более опытный и в научном плане, и в житейском, он должен был в общем-то здесь проявить больше внимательности и осмотрительности. И чтобы сохранить лицо и доброе имя, он уходит из жизни. По самурайской традиции даже вот так. Впоследствии выяснилось, что это не было злым умыслом, вот эта фальсификация данных, это просто была небрежность, невнимательность вот этой молодой сотрудницы. Вот вам на такой трагической ночи мы счастливо и завершаем нашу сегодняшнюю встречу. Это я вам к тому, коллеги, что внимательно к этим вещам нужно относиться. И даже если мы публикуем, ну что греха таить, для галочки надо план по валу, вал по плану, все равно не забывайте, все, что попало в интернет, это ваша репутация. И оно будет играть либо за, либо против. Тренируйте библиографические навыки, по крайней мере, каким бы планы вал не был, но это вас убережет и спасет. От ошибок никто не застраховывает, но хотя бы по максимуму мы постараемся эти риски минимизировать. Ну и если по ретрагированным зарубежным статьям нужна будет такая инструкция, вот я вам показывала вот эти RetractionWatch.com там очень скрыт, не сразу найдешь, где находится эта база данных поиска. Если будет нужно, вы мне в группу на фейсбуке напишите или в личку можно написать, ну кто фейсбуком не пользуется, тут есть мои другие контактные данные, можно куда-нибудь в общем напишите, я вам тогда этот скриншот сделаю, я ее нашла, я нашла эту базу, где она там скрывается, и можно будет сделать такой, может быть, даже и обучающий вебинар, и скриншот. Наша группа вот фейсбуки, кто еще не там, можете приходить с удовольствием, и я думаю, что летом по тематике про статьи, про журналы, материал сейчас накапливается, может быть, даже серию, серию статьи все-таки сподоблюсь, летом начать делать и выкладывать уже в нашу группу. Ну вот, коллеги, на этом мы с вами нашу сегодняшнюю встречу завершаем, всем большое спасибо, что дотерпели до конца, информации было много, и жалко было что-то вам не додать, хотелось дать как можно больше. И я вас приглашаю на нашу встречу в 14 часов не только тексты, но и ключевые слова нам важны, и для того же поиска тоже. Вот как раз про ключевые слова у нас в 14 часов будет выступать Евгения Юрьевна. Ссылку я вам дала, можно еще зарегистрироваться, приходите, будем рады вас видеть. Всем счастливо, всем удачи, и прежде чем до новых встреч, даю вам ссылку еще раз на страницу выдачи сертификатов. Вот она. И там напоминаю, скачайте, не забудьте скачать презентацию кому нужно, там много действующих ссылок, и запись нашего вебинара будет у нас вот здесь на канале через несколько дней. По сертификатам все очень просто, как всегда, одно поле, заводите, выбираете нужное название вебинара, вводите свои данные, лучше всего искать по адресу электронной почты. С фамилией, именем можем не в том порядке завести, он нам не покажет. И дальше просто осуществляйте оплату и самостоятельно скачивайте потом свой сертификат. Ну вот, коллеги, всем хорошего настроения, удачных публикаций, не попадаться на удочку фейков и мошенников. И всех благ, обязательно крепкого здоровья, до новых встреч, ну а с кем-то мы, надеюсь, увидимся уже вот сейчас два часа дня. Всем счастливо, спасибо за просмотр! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok